Продолжение следует... Первыми из тех, кто были последними, и наоборот. Кто были последними, станут первыми. И Иисус, естественно, объясняет притчами свои мысли. И Он рассказывает притчу. Царство Небесное подобно человеку, хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников к себе виноградник. Дальше вы знаете эту историю. Он договаривается с ними по динарию в день. Справедливая оплата. Потом к ним присоединяются еще другие. В самом конце дня присоединяется еще одна группа работников. В результате всем плата одинаковая. Друг, я не обижаю тебя, не задинарили. Ты согласился со мной. Возьми и то, что тебе было обещано, это мое. Я имею право давать все, что я хочу. Давайте немножко попытаемся понять вот эту ситуацию. Во-первых, динария – это была вполне себе приличная плата за один день. Это совершенно нормальная плата за тяжелую работу, потому что конец жатвы и жарко. Вообще-то надо понимать, что работа была паденная, которую он берет. В Израиле работы различались на несколько категорий. Наиболее почитаемой была работа профессионального ремесленника, когда она делалась по заказу. То есть ты приходил, давал человеку делать какой-нибудь объем работ. В зависимости от того, за сколько он делал, каким качеством он делал, ему полагалась награда. Самая низкооплачиваемая работа была работа за день. То есть тебе наняли на какую-то данную работу, неизвестно, что у тебя будет завтра. Но человек, как правило, нанимающийся на поддельную работу, он не обладал никакими специальными навыками. У него не было никакой профессии, поэтому эта работа оплачивалась соответственно. Она была самая тяжелая работа. И вот они проходили то, что называется биржа труда. И с утра стояли, ждали этой работы. Совершенно обыкновенная бытовая ситуация. Понятно, что летом день длиннее, зимой наоборот он корочек. Это часы, которые мы здесь употребляем, это неравные часы, как сегодня. Согласно традиции, хозяин должен был опираться на местные законы. Не было совершенно своевольно. Он не мог делать все, что он хотел, когда он нанимал людей на работу. И в том смысле оплаты тоже Мишна, так так Бава Митсия, говорит. Нанимающий рабочих, если говорит им начать работу раньше или задержаться допоздна в тех местах, где не принято вставать рано или задерживаться, не имеет права. Не имеет права их заставлять. Там, где принято кормить, должен кормить. Там, где принято давать сладости, должен давать сладости. Все в соответствии с местным обычаем. История приключилась с рабе Йоханнен бен Матаем, который послал сына нанять ему рабочих. Сын пошел, нанял рабочих и договорился накормить их. Пришел и рассказал отцу, сказал ему, сын мой, даже если ты устроишь им царский обед, это все равно не будет считаться выполнением обязательств. Не будет считаться, что ты достойно накормил их, потому что они сыновей Авраама, Исаака и Якова. Но иди к ним, и прежде чем они начали работать, договорись с ними и скажи им, только при условии, что я даю вам лишь хлеб и бобы, и вы не имеете ко мне претензий. Раби Шимон бен Гамрель сказал, не надо было говорить все по традициям этого места. То есть, если вообще не обговариваются сначала условия, то тогда ты должен дать все, что дается в этом месте. Или ты заведомо сначала обговариваешь, как вот в этой притче, что я вам даю только хлеб и воду, или бобы. И в этом случае, если вы довольны, довольны, нет, нет, я вас не нанимаю на работу. Гмара на Баву Митси, то есть, это мы считали Мишну, а Гмара, это толкование, говорит, разве не ясно, что наниматель не может требовать того, что не является местным обычаем? Вопрос в том, даст ли наниматель за это более высокую оплату. В этом случае можно утверждать, что он мог сказать им, причина, по которой я даю вам более высокую оплату, в том, что вы работаете рано утром и поздно вечером. Закон говорит нам, что работники могут ответить, ты платишь нам больше за лучшую работу, а не за большую продолжительность работы. Динарий, это общепринятая плата за день, достаточно приличная, то есть, можно было содержать семью целый день. Медраж раба говорится о том, как народы мира приходят к Александру Македонскому судиться с народами Израиля. И сказали египтяне, на основании их же, то бишь, еврейской торы, у нас к ним есть претензии. 600 тысяч человек вышло от нас со слами нагруженным золотом. Как сказано, и обобрали они Египет. В книге Исход мы действительно об этом читаем. Пусть же вернут они нам наше золото и серебро. Отвечая на их иск, как сегодня арбитражный суд, Гавиа бен Касем говорит, господин мой царь, 600 тысяч человек работали на них 210 лет. Почитаете ли им по динарию в день? Сели философы считать сумму причитающегося Израилю и не досчитали до 100 лет, как стало ясно, что Египет будет разорен такой выплатой. То есть, да, динарий это много, потому что если посчитать, сколько должны были бы египчане и Израилю даже за 210 лет работы там, то получается огромная ситуация. Теперь люди стоят на рынке и ждут, когда их наймут. Обратите внимание, что они не сидят дома. Это не то, чтобы они не хотят работать. Они на самом деле хотят работать. И они пришли, и они стоят там и ждут. Не в кондиционированных помещениях. Поэтому вопрос, который выходит хозяин и говорит, что вы здесь делаете, он на самом деле звучит несколько странно, потому что совершенно понятно, что эти люди ждут работы. И он говорит, почему вы стоите целый день без работы? Не знаю, потому что нас никто не нанял. Они на самом деле люди, которые хотят работать в иудаизме. Очень ценной вещью является так называемая кавана, которая происходит от слова кав, линия, или намерение. Это не люди, которые сидели по домам в ленности и праздности. Они на самом деле хотели идти работать. Вполне возможно, что у хозяина были разные мотивации. Вполне возможно, что люди, которых он нанял утром, они не были настолько профессиональными. Ему вдруг потребовалась дополнительная рабочая сила. Вполне возможно, что поскольку время было короткое и жатло, люди, которые начали работать позже, они тоже работали очень много, но условие состояло в том, что они тоже на самом деле хотели работать. Присоединившиеся в последний час можно понять с другой стороны, как намек на смерть и освящение Всевышнего. То есть, если мы смотрим на эту притчу, давайте не забывать, что эту притчу, то все-все-все еврейские ученые во всех-всех литературных произведениях, включая Рамбама, они утверждали принцип, который я называю подножкой поезда. То есть, если человек на самом деле, даже в самую последнюю минуту своей жизни, начинает веровать в Господа Бога, то воздаяние ему точно такое же, как тому, который веровал, что называется, от молодых ногтей. Если мы посмотрим на эту притчу под таким ракурсом, в этом контексте, то эсхатологическом контексте, то мы на самом деле начинаем меньше говорить о справедливости и больше начинаем говорить о благодати. К тому же, этот принцип, вот этого последнего, последние минуты или последнего часа, он очень распространен в еврейской литературе. Трактат «Авода Зара» или «Идолопоклонническая работа» и работа, которая запрещена народу Израилю, 10b, говорит следующее. «Был некий властитель, Антониас, который ненавидел евреев. И однажды, собрав своих вельмож, спросил их, что сделает человек, у которого на ноге гнилой нарыв. Отрежет ли ногу, или станет жить и страдать?» И все вельможи ответили ему. «Отрежет». Он же намекал на евреев, желая их уничтожить. Ну, не он первый, не он последний. Ахашвирош, Аман. Но был среди вельможи некто именем Ктиябар Шалом. Он сказал, не убивай их. По двум причинам. Во-первых, ты не сможешь уничтожить весь народ Израиля, ибо так не устоит мир без ветров, не устоит он и без сынов Израиля. Во-вторых, если поступишь так, царство твое будет называться ущербным, как такое, что не смогло управлять евреями. Ответил Антониас. Это хорошо ты сказал, будь по-твоему. Но есть у нас такой закон, что оспоривший высказывание царя и победивший его в споре подлежит смерти. Это вообще безвыигрышная лотерея. То есть, если ты проиграл царю, тебе укажут свое место. Если ты выиграл у царя, даже если ты правильно сказал, то тебе надлежит умереть. Что так, нехорошо, что так еще хуже. Поэтому тебе наказание. Тебя замуруют в доме. И когда вели его на смерть, сказал ему одна госпожа, горе тебе, что ты умираешь за евреев, но не обрезан. Обрежь себя, чтобы ты имел часть с ними. Обрезал себя и завещал же все свое имущество. Раби Акиве и его ученикам. Раби Акива учил, и будет это Арону и сынам его в участок, или в участь вечную, или в жизнь вечную. Половину Арона, половину сыновьям, разделил имущество, половину себе, половину ученикам. Сказал об этом Раби. Бывает, что человек обретает жизнь вечную за несколько лет, а бывает за один час. То есть, на самом деле намек достаточно прозрачный и ясный, что человек может жить праведно всю жизнь, а может под конец своей жизни в последнюю минуту покаяться и праведностью своей вера ему вменяется в праведность. После же казнили Раби Ханину бен Тардиона, о котором было известно, что он благоприятен Всевышнему и никогда не говорил плохо о ближних своих. Когда цесарь запретил изучать Тору, стал он основывать многочисленные собрания и учить Торе. И повелел цесарь обмотать его свистком Торы и сжечь. Взял его палач, обернул в книгу Торы и запалил. А на грудь ему положил куски мокрой ваты, чтобы не была его смерть скорой. И спросили его ученики Раби, что ты видишь? Он ответил, вижу, листы сгорают, и огненные буквы взмывают ввысь. Заплакал он и сказал, если бы сгорал только я, не было бы мне это тяжело. Ныне же я сгораю вместе с книгой Торы. И палач спросил его, а если я уберу вату с твоей груди, так что сможешь ты умереть быстро, обечаешь ли ты мне жизнь вечную? Сказал ему, да. Сказал, поклянись и поклялся. Тогда снял палач вату с груди его и умер Раби Ханина. Сам же палач тоже бросился в огонь и сгорел. Раздался голос свыше, или Бат-Коль. Раби Ханина и его палач приглашены в жизнь вечную. Раби, узнав об этом, заплакал и сказал, бывает, что человек обретает жизнь вечную за несколько лет, а бывает за один час, как этот палач. Или в другом месте. Вышел приказ казнить Раби Шимона бен Гамлиэля, но один из правителей тайно пришел к нему вместо его укрытия и сказал ему, «Если я спасу тебя от смерти, обещаешь ли мне жизнь вечную?» Ответил, да. Что человек обретает жизнь вечную за несколько лет, а бывает и за один час. Хочешь ли ты, чтобы я спас тебя? Да. Тут же поднялся этот правитель на крышу дома и сбросился с нее и умер. Учителя рассказывают, что был у них римлян обычай, что если умирает кто-то из правителей, они отменяют смертные приговоры. Так это правитель спас Раби Шимона. Тут же вышел голос с небес и сказал, «Этот правитель приглашен в жизнь вечную». И еще и так далее, и так далее, и так далее. И если мы читаем в контексте Царства Небесного, а не просто отдельный рассказ о какой-то справедливости, и попытаемся его понять, вот как этот принцип подножки поезда, то тогда абсолютно понятно, что это находится в полном соответствии с устным народным творчеством того времени или представлением евреев, а то, которое, кстати, расходилось по очень многим представлениям, с понятиями многих фарисеев о зарабатывании себе вечной жизни на протяжении целой жизни. На самом деле, наиболее распространенная версия благодати, которой придерживался, естественно, Иисус, и весь еврейский народ, состоит в том, что даже если в самую последнюю минуту твоей жизни, об этом пишет Рамбам, грешник, покаялся и принял Господа Бога, он получает все блага небесные точно так же, как и человек, который ведет праведную жизнь. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok